В 2014 году выпущена монетка, посвященная городу воинской славы, которым являлся Тихвин. Но сегодня мы эту монетку достаем по совсем другому поводу. Дело в том, что сегодня Тихвину 245 лет. Год основания считается 1773, это при матушке-амператрице Екатерины Второй Великой. И вот как раз на 7 июля, вот как раз в 2018 году, дата дня города и совпала. Вообще, что такое Тихвин? Чего это такое за Тихвин? Тихвин есть такой российский город, административный центр Ленинградской области, расположенный на обоих берегах реки Тихвинка, бассейн Ладожского озера. Расстояние от города до Санкт-Петербурга всего-то 236 километров. Название города образовалось от реки Тихвин, по-дренерусски это значит Тихий. Сейчас это река Тихвинка. Городом Тихвин стал считаться с 1773 года. До этого здесь существовал Тихвинский погост. Его развитие обеспечило расположение на перекюрёстке торговых путей, связывающую Богу с Ладогой и Балтийским морем. Город знаменит чудотворной Тихвинской иконой Божьей Матери, по легенде чудесным образом явившись на берегу реки Тихвинки в 1383 году. Позднее, в 1560 году, по приказу царя Ивана IV, он же Грозный, здесь же на левом берегу реки Тихвинки был заложен Богородицкий Успенский монастырь. В этот же год был возведён Тихвинский Введенский женский монастырь, и оба этих монастыря являются действующими по сей день. Так, чего мы ради вспомнили Ивана Грозного? Нет, кроме того, что много чего и натворил, но много чего и хорошего сделал. Вот, например, эти два монастыря. Вообще, во время Великой Отечественной войны Тихвин был оккупирован немецкими войсками. Командование группы «Север» решило нанести удар через Тихвин на ладейное поле, соединиться с финскими войсками на реке Свирь и тем самым полностью блокировать Ленинград. 8 ноября 1941 года немцы овладели городом, но советским войскам удалось сломить врага. И вот 9 декабря 1941 года в результате Тихвинской наступательной операции город был освобождён. Ну и, соответственно, в 2010 году Тихвин был удостоен почётного звания «Город воинской славы», и не прошло и четырёх лет вышла вот такая замечательная, исключительно замечательная монетка. Современный город Тихвин вовше делится на две части. Старый город, представляющий себя провинциальный городок, и новый город, микрорайоны с многоэтажными домами. Старый город, в основном деревянный. На центральной площади здесь находится главный храм города Спасо-Преображенский собор. Новый город состоит из 10 жилых микрорайонов. Кроме храмов в Тихвине можно посетить парк Вепский лес, где можно узнать о жизни древней народности вепсов. Дом-музей композитора Римского-Корсакова, уроженца этого города. В Тихвине также родились такие деятели культуры и искусства, как режиссер Сергей Григорьев, живописец Пётр Заболоцкий, российский актёр Николай Иванов. Вот такой вот. То, что мы видим, является гербом города. Герб города утверждён в 2006 году решением Совета городских депутатов. В описании в лазоревом червлёном поле, разделённом опрокинутой серебряной дугой, обременённой чёрной надписью цифрами 1773, вверху возникает своё веерообразное золотое сияние. Внизу золотая, украшенная самоцветами и жемчугом, с пурпурной шапкой императорская российская корона, без лент. Ну и флаг города, соответственно, основан на изображении герба. Солнце – символ созидательной силы, изливает на землю поток жизнетворных сил. И императорская корона символизирует милость и протестую всему городу её императорского величества. Вот такое у нас на сегодня замечательное событие, как сравнительно более-менее такая ровная дата, как 245-летие города Тихвин. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»